Как много связано у кировчан с этим старинным зданием, некогда стоявшим на улице Энгельса нашего областного центра. Здесь размещалась Вятская зубоврачебная амбулатория, организованная в ноябре 1919 года, а затем Кировская стоматологическая поликлиника. На протяжении десятков лет шли сюда люди. Именно отсюда, 95 лет назад, начался поход за стоматологическим здоровьем кировчан и жителей Вятского края. Сегодняшняя Кировская клиническая стоматологическая поликлиника, впитавшая мудрость множества поколений медиков, обновленная и помолодевшая, по праву встречает свой 95-летний юбилей. Сегодня Кировская клиническая стоматологическая поликлиника, безусловно, это современное учреждение с хорошей материально-технической базой и, самое главное, с достойным квалифицированным персоналом. Приоритет государственного учреждения – это доступность медицинской помощи и, безусловно, в сочетании с ее качеством. Если говорить о доступности медицинской помощи, то при сегодняшнем дефиците кадров, наверное, в полной мере ее обеспечить невозможно. Поэтому акценты в какой-то степени делаются и на качестве. Я могу похвастаться, что в наших поликлиниках мы работаем всеми теми же современными направлениями и проектами, которые работает вообще вся стоматология Российской Федерации. То есть у нас современное диагностическое оборудование, у нас современное лечебное оборудование. Мы работаем для того, чтобы выполнить две основные составляющие – это доступность и качество оказывающих услуг. Я хочу сегодня сказать большие слова благодарности в адрес тех ветеранов, которые сформировали традиции учреждения. Несмотря на то, что были мы какие-то разъединенные, сегодня мы объединенные, все начинали свою трудовую деятельность, большинство в своем. Это, конечно, с Кировской клинической стоматологической поликлиники. И то, что каждый врач, который сегодня работает, получил хороший заряд и квалификации, хороший заряд милосердия, умение заботиться о пациенте – это, безусловно, заслуга людей прошлых лет, тех, кто работал в те далекие времена. Поликлиника для меня – все. Потому что я проработала всю свою жизнь от первого до последнего дня в этой поликлинике. Я с радостью шла на работу всегда. Я уходила даже в отпуск, мне хотелось уже в конце возвращаться в свой коллектив. Можно иметь и хорошую, как говорится, установку и базу, но надо еще и уметь работать. Ну, конечно, сравнения быть не может, что было и что сейчас. Это, знаете, это любовь к детям, это душевность. Без этого качества, без любви к детям люди просто уходили, приходили и уходили. Нам невозможно работать. Такие знаковые фигуры в стоматологии были за мой период жизни, вот здесь, в Кирове. Это Полонский Влад Захарович, это Багаев Юрий Николаевич, и вот сейчас Ирина Николаевна Халявина. Заметный вклад в развитие вятской стоматологии внесла талантливый организатор здравоохранения Маргарита Александровна Коробова. Ее усилия способствовали увеличению объема и качества стоматологической помощи населению, использованию новых методов диагностики и лечения. С 1987 года главным врачом поликлиники работал Юрий Иванович Широков. За время работы в этой должности он много сделал для укрепления материально-технической базы учреждения, повышения квалификации персонала. Эти традиции поколений самое главное сохранить, и чтобы сегодняшняя молодежь видела, что можно не только достойно работать и получать хорошую заработную плату, но можно и активно жить, жить в коллективе, иметь много друзей. И, наверное, вот это колесо истории, оно продолжает крутиться. Отделение терапевтической стоматологии оказывает квалифицированную стоматологическую помощь в рамках территориальной программы госгарантий. Мы не отстаем от достижений современной стоматологии, движемся в том же направлении. В частности, мы работаем и с светотверждаемыми материалами, композитами химического утверждения. Широко используются при лечении зубов с осложненным кариесом, ротационные технологии. Мы в состоянии оказать любую стоматологическую помощь, и всегда будем рады вас видеть здесь. У нас персонал, наши врачи, они высококвалифицированы, нет сомнений, потому что все пациенты, которые попадают на прием к врачу, все, что возможно сделать в рамках амбулаторного приема, все делается, вся медицинская помощь оказывается. Мы, конечно же, стремимся соответствовать современной медицине, поэтому и в хирургии, начиная от традиционных удалений, у нас широко используются дентальные имплантации. Мы перешли недавно на немецкую систему. У нас также используются паотологические операции. Все существующие виды хирургических услуг стоматологии в нашей поликлинике они оказываются. У нас новые технологии, особенно буквально за последние полтора года, два. Это использование, это протезирование на имплантатах, использование пресс-керамики, использование мета, это конструкции керамических на основе диоксид циркони. То есть мы уже, я считаю, что идем на уровне, скажем так, современных уже полностью всех технологий. Поэтому я думаю, что мы будем не только восстанавливать функцию жевания пациентам, но и красоту, эстетику, что в первую очередь сейчас, на сей момент времени, считается одним из самых основополагающих. Коллектив у нас очень хороший. Они молодые, стремящиеся к знаниям, учатся, ездят постоянно на все учебы, стремятся к тому, чтобы хорошо учиться и хорошо заниматься. Самое главное, что врачи хотят грамотные, и руки у них. Главное, что желание именно работать. У нас хорошо идут имплантология развита. Шагнули мы вперед еще тем, что закуплено оборудование для пресс-керамики. То есть у нас будут и виниры, и прессованные вкладки, безметалловая керамика. 95 лет – это серьезная дата. Поликлиника процветала и будет дальше процветать, и держаться на современном уровне. В 2013 году в состав Кировской клинической стоматологической поликлиники вошли Кировская областная стоматологическая поликлиника и Кировская городская детская стоматологическая поликлиника. В результате Объединенное учреждение здравоохранения получило новый импульс своего качественного развития с сохранением присущих ему лучших традиций российской медицины – интеллигентности, добросовестности, человечности, высокого профессионализма. У нас есть небольшие нюансы. Например, в терапевтическом отделении в этой поликлинике у нас есть распломбировка корневых каналов ультразвуком. Ну, а также у нас есть пломбирование каналов термофилами, восстановление коронки зуба с помощью матриц, восстановление анатомической формы, реконструкция, реставрация зубов. Все это мы делаем в нашей поликлинике. Мне посчастливилось работать в этой поликлинике в течение 38 лет. И 25 лет я работаю на должности заведующего отделением. Ортопедическая стоматология – это вся моя жизнь. Меня радуют успехи моих коллег, меня радуют улыбки, которые мы возвращаем, меня радует то, что мы стараемся идти в ногу с развитием стоматологии и в городе Кирове, и во всей стране. Начиная с 2019 года в составе стоматологической поликлиники нашего учреждения всегда был детский кабинет, потом детское отделение, сегодня детская поликлиника, но все эти вехи нами пройдены. И наш приоритет в том, что мы наблюдаем ребенка с дошкольного возраста, школьного возраста, наблюдаем за ним в подростковом периоде, а потом передаем во взрослую сеть и продолжаем наблюдение за нашим пациентом уже на таком старшем уровне. В нашей детской стоматологической поликлинике работают только преданные своему делу специалисты. Случайных людей здесь у нас нет. Все врачи, специалисты, они от искренней до глубины души преданы своей профессии. То есть на протяжении многих лет специалисты работают в нашем учреждении и оказывают современную квалифицированную стоматологическую помощь детскому населению. Мы располагаем современные зуботехнические лаборатории, современными материалами для лечения и исправления прикуса неправильного у детей. Самый лучший уровень качества – это тогда, когда ребенок довольный и счастливый выходит из стоматологического кресла и говорит «Спасибо, доктор!». Все годы на протяжении 95 лет всегда на базе поликлиники проходили свои занятия студенты – колледжи, зубровочевные школы, медицинского института, сегодня академии. То есть она всегда была базой практик для подрастающего поколения врачей. Мы единственные в городе и в области сохранили кабинет физиотерапии и реабилитации, в котором успешно проходят лечения пациенты после тяжелых травм, каких-то больших оперативных вмешательств. Мы стараемся свою помощь максимально приблизить нашим пациентам. Это и те десанты здоровья, с которыми наши сотрудники выезжают в районные области. В нашем учреждении осуществляется контроль качества безопасности медицинской деятельности. Мы осуществляем права граждан, предоставляем им медицинскую помощь в необходимом объеме надлежащего качества в соответствии со стандартами медицинской деятельности. Контроль осуществляется на трех уровнях. Первый уровень контроля – это уровень заведующих отделений. Второй уровень – это заместитель главного врача и заведующих поликлиник. Учреждение гарантирует безопасность медицинской деятельности. Во всех трех подразделениях организовано центральное стерилизационное отделение, где происходит стерилизация медицинского инструментария. Также мы ведем строгий контроль хранения лекарственных средств и медицинских изделий. Все лекарственные средства и медицинские изделия, которые используются в нашем учреждении, они все сертифицированы и разрешены к применению в медицинских организациях. Кировская клиническая стоматологическая поликлиника представляет собой здоровый, многофункциональный, сбалансированный, гармонично действующий организм. Эффективность медицинской составляющей в деятельности учреждения дополняется и поддерживается активной работой персонала служб и отделов поликлиники. Юбилей нашей поликлиники происходит всегда осенью. Осень – это такой своеобразный водораздел, когда наступает какой-то следующий жизненный этап в жизненном цикле учреждения. И мне очень приятно, что наш эволюционный процесс развития учреждения продолжается. В этом году у нас достаточно много очаровательных девушек и молодых людей создали семьи. И я за них в этом очень рада. Многие наши сотрудники стали родителями первоклассников, а кто-то наоборот, выпустил в возрослую жизнь своих детей, которые стали студентами, в том числе студентами стоматологического факультета и лечебного факультета нашей Кировской государственной медицинской академии. И здесь тоже, наверное, такие положительные эмоции. Мне очень приятно, что ветераны продолжают приходить в свой родной дом. Это говорит о том, что наша поликлиника живет, и у поликлиники обязательно есть будущее. И сегодня лето уже позади. Но запах осени, он начинается не с пиром, осенним листком, а, наверное, с теми идеями, которые появляются вот за летний период. Это новые планы, новые пожелания, новые идеи, которые обязательно будут притворены в жизнь всем тем коллективам, который сегодня работает. И в честь праздничного дня, нашего такого небольшого 95-летнего юбилея, мне в первую очередь хочется сказать слова благодарности всем тем, кто сегодня работает во благо здравоохранения, во благо стоматологического здоровья наших пациентов. И пусть каждый день приносит радость ветеранам, тем, кто сегодня работает, и тем, кто придет к нам работать в будущем. Я желаю семейного тепла, спокойствия. И, конечно, нашим пациентам это стоматологического здоровья. Улыбайтесь всем, вам так это идет.